Уважаемый Владимир Викторович, мы, охотники Коми и простые люди Коми, обращаемся именно к вам. Мы никогда ничем не просили. Мы всегда были организованы и подчинялись строгим правилам. Мы охотники Республики Коми. Сегодня мы столкнулись с жесткими ограничениями. Эти меры оправданы в городских условиях. Но наша среда – это глухая тайга. Сегодня мы лишены возможности заниматься любимым делом. Мы просим вас принять верное и эффективное решение, так же, как это сделали наши соседние области. Укройте весеннюю охоту для Коми народа, только для местных охотников. Сейчас мы просим открыть охоту для родителей. Но сейчас мы просим вас открыть охоту для родителей. Они будут соблюдать все меры безопасности. Весеннее не является коллективной. В основном это индивидуальная охота с постоянным нахождением в укрытии. Мы способны оперативно и организованно подготовиться к сезону. У нас еще есть время. Мы просим выдавать путевки только жителям Республики. У нас есть отличный портал госуслуг, через который мы можем подать заявку. Мы имеем возможность производить бесконтактную и безналичную оплату. Пользоваться электронной почтой и другими средствами связи. В местах выдачи разрешений мы обеспечим порядок. Минимум контактов с соблюдением дистанции. Мы осуждаем любые попытки преступления закона. И хотим открыть охоту легально и исключить попытки браконьерства. В наших интересах провести этот охотничий сезон безопасно и эффективно. Открыть весенний сезон охоты только для местных жителей. Это не слабость и не преступление. Это сложное, но верное решение, которое найдет поддержку тысячи наших земляков. Верните нам весеннюю охоту. Все охотники коми обращаются к вам. Верните весеннюю охоту. Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Сегодня у нас очередное включение. Еще хочу остановиться на одной теме, которая, по сути, вчера до меня была доведена. Это ваше видеообращение по вернуться к вопросу по весенней охоте. Конечно, я объяснял вам причину принятия решения о не об открытии весенней охоты. Но вчера в виде обращения, оно было, в общем, человеческое, оно было абсолютно такое, знаете, ну, понятное. Прозвучала одна интересная мысль. Она прозвучала вчера о том, чтобы не закрывать охоту для жителей Республики. Я уже говорил, что тема довольно сложная именно с точки зрения, юридической точки зрения, принятия, чтобы здесь не нарушить закон в отношении других граждан Российской Федерации. Поэтому сегодня, прямо с утра, я собрал большое совещание, конечно же, в первую очередь, в присутствии прокуратуры, и обсуждали довольно долго, такой мозговой штурм устроили, порядка двух часов, с тем, чтобы все-таки найти именно вот эту тонкую грань и разрешить охоту только для жителей Республики Коми, с учетом коронавирусной ситуации, чтобы не принести еще дополнительных нам случаев заражения с приехавшими извне охотниками. По-моему, мы такой путь нашли. Поэтому хочу вас заверить о том, что сегодня еще идет шлифовка вот этой нормы, этого документа. Но, на мой взгляд, завтра я, скорее всего, скажу вам хорошую весть. На сегодня все, уважаемые жители Республики Коми. Я еще раз напоминаю, у нас остается режим самоизоляции. Это самое главное сегодня, одно из главных средств борьбы с коронавирусной инфекцией. Поэтому не нарушайте режим самоизоляции. Будьте здоровы, всего вам доброго, до завтра. Редактор субтитров А.Семкин